Итак, первая стадия — понимать ребенка, слушать его. Понимать означает слушать, чувствовать защиту. Вторая стадия — достигать взаимности, означает понимать свое положение. Он начинает задавать вопросы. Вопросы о том, как жить. Вопросы не просто какие, дай мне покушать, не хочу кушать. Вопросы о жизни, о своем понимании вещей человек начинает задавать. И вам надо очень внимательно слушать ребенка и пытаться ему объяснять. В это время раскрывается его природа. Итак, научиться старшим, в это время вы учитесь быть старшим. Научиться старшим быть очень сложно. В этом мире не хватает старших очень сильно и младших. Вот если девушка, допустим, ведет себя как ученица, как дочь, женщина ведет себя как дочь, это хорошо или плохо? Это хорошо. Это приносит в атмосферу счастья и покоя. Приходит время, и женщина может вести себя как любовница. Она может краситься, становиться красивой, делать взгляды. Для чего это нужно? Чтобы она вышла замуж. Потому что она не замужем. В это время она ведет себя не как дочь, а как любовница. Она ведет себя как красивая, она строит глазки и как бы извлекает мужчину, привлекает себя, создает семью. Это небольшой промежуток жизни женщины. Потом дальше большой опять провежуток. Она ведет себя как мать. Что значит вести себя как мать? Она ограждает людей от желания наслаждаться ее телом. Ведет себя немножко строго. Смотрит строго на мужчину. Они сразу себя отберут в руки и ведут себя уважительно к женщине. Потому что желание наслаждаться ее телом – это не уважение к женщине. Это использование ее. Так построено древнее общество. Женщины много дочь, чуть-чуть любовница, много мать. И тогда в общество наступает покой, счастье. Нет разводов. Потому что женщины понимают свою позицию. Мужчина много ученик. Чуть-чуть ухажер и много старший отец. Понимаете? Тогда в обществе покой. Старшие нужны. Не только по отношению к детям. Нужно по отношению к другу учиться быть старшим, равным и младшим. Позиция старшего означает человек, который взял за себя ответственность за свою жизнь. Старший не означает, что я могу на тебя орать. Старший означает, что у тебя больше опыта в работе над собой. В этом старшинство. Если родители работают над собой, вы, кстати, не скучаете на лекции? Все нормально? А то вы такие как бы сидите, может... Все хорошо? Если человек работает над собой, у него появляется сила быть старшим. Эта сила всеми узнаваема. Точно так же родители, когда работают над собой, дети верят им и начинают им задавать вопросы. В это время формируется их разум. Разум самая главная часть жизни человека. Без разума невозможно человеку ничего понять. Разум не формируется. Человек не будет слушать вас, не будет менять свой характер, ничего не будет развивать в жизни. Ребенок не развивается без разума. Разум развивается в отношениях только близких. Ни строгость, ни грубость, ни авторитарность, ни жестокость не могут на уровне разума функционировать. Разум вышибает сразу в этих во всех ситуациях. Единственный способ общения на уровне разума – ребенок признает вас старшим, вы признаете его младшим, вы понимаете, кто такой старший, и общаетесь с ним. Очень по-доброму, объясняю ему все. Так развивается разум. Все остальные виды развития – это просто негативное реагирование. То есть человек просто как робот. Он может не ходить через дорогу, может не сувать руки в розетку, может учиться как робот, но у него при этом нет понимания. Он, когда приходит время, перестает забывать об этом, начинает делать то же самое. Без понимания надолго удержаться в какой-то ситуации невозможно. Понимание приходит только в том случае, если ваша жизнь находится на платформе разума. Если вы построили сначала отношения с собой, вы над собой работаете, потом в своей семье трудитесь над отношениями, тогда, потом, можно уже трудиться над отношениями с детьми. Потому что дети никогда не будут доверять родителям, которые ругаются друг с другом, злятся, ненавидят. Они боятся их просто, и все. У них сердце никогда не раскроется, разум никогда не начнет функционировать. Родители в 10 раз еще больше чувствительны, чем дети. Дети чувствительны, женщины чувствительнее, чем мужчины. А дети чувствительнее, чем дети даже. О, дети чувствительнее, чем женщины. Простите, я же заговорил. Итак, если вы научились быть старшим, это что значит? Как старший относится к младшему? Он сострадает. Это вид любви. Младший как любит старшего? Он любит его слушать и верить в него. А старший как к младшему относится, он сострадает. Сострадание означает принимать его позицию. Не надо смеяться над младшим. Надо его выслушать. Принять его в точку зрения. Дать ему такой совет, который был приемлем для него. На его уровне, чтобы он менялся. Не надо давать слишком высокую планку человеку. Старший знает возможности человека. И дает ему то, что он может принять. Так позиция старшего действия. Равное отношение означает, что каждый друг другу дает совет. Это равное отношение. Каждый берет на себя ответственность в отношении. Каждый имеет право слова. Каждый имеет право отвечать. Старший младшему означает, что старший только имеет право слова. Младший только слушает и принимает наставления. Но нельзя заставить человека быть младшим. Понимаете? Это приходит со временем. Человек уважает другого человека. начинает быть младшим по отношению к этому. Иногда приходится ставить на место. Если человек в огонь лезет, его надо жёстко поставить на место, не бояться последствий. Дальше проявлять любовь просто и всё. И успокаиваться сердце того, кого осекли, но он уже начинает уважать тебя как того, кто старше. Что я должен сейчас делать? Я должен с любовью дать понять человеку, который мобильник работает, чтобы он его забрал. Иначе не будет лекции. Кто-то же положил сюда телефон, да? Кто звук узнал? Сейчас опять звонит же. Когда вы записывать мобильники, вы кладёте, вот четыре человека должны сейчас выйти из зала и поставить на режим космического полёта телефон. Режим самолёта есть. Поставьте. Никто не звонит. Поставьте. А? А кто же тогда звонил? Вон там позвонил, вон тот телефон. Поставьте, пожалуйста. Чтоб не было беспокойственного. Видите, я мог бы по-другому среагировать. Я мог бы посмеяться, там, ещё что-то. Ну, просто с любовью сказал, пожалуйста, сделайте. Понимаете, да, о чём я говорю сейчас? Позиция старшего означает понимать. Позиция младшего означает слушать. Позиция равного означает иметь возможность обмениваться отношениями. Дальше, когда ребёнок стал послушником, научился слушать. Вот смотрите. Что такое слушание? Это отношения всегда связаны с разумом. Вот слово, допустим, послушник. Слушаться. Что значит слушаться? Слушаться. Слушаться. Что значит слушаться? Это значит понимать. Слушаться не означает, иди в угол, пошёл в угол. Нет. Слушаться означает принять позицию младшего и усваивать в уши то, что говорят. Это называется слушаться. А кто такой послушник? Это тот, кто уже научился так жить, принимая от старшего всё, что он говорит. Это послушник. У меня есть один молодой человек, который эту позицию послушника очень глубоко, как бы, настолько глубоко, что я удивляюсь ему. У меня есть несколько ребят, которые учатся у меня, как лечить, и один из них обладает вот такой удивительной способностью. И он, чтобы я где ни говорил, он всегда меня записывает. Иногда за столом, ну и кушаем, я много шучу, но неожиданно замечаю диктофон. Один раз была такая ситуация, что я разговаривал с одним молодым человеком, объяснял ему что-то, ну, который учится у меня. И мы это делали на лестнице, на лестнице по переходе. Вот лестница вот так загибается вверх. И вдруг я неожиданно там вот внизу обнаружил диктофон. Он как-то туда прокрался и положил диктофон. Это называется послушник. Человек готов всегда слушать. Чего бы ни говорил, шутит человек, смеется. Он все всасывает в себя, перенимает, как бы, сознание характера другого человека, перенимает. Послушник так все. Когда вы научились быть старшим, ребенок, естественно, становится послушником. Он слушает все, что вы говорите, пытается впитать себя. Это очень редкий случай. Не думайте, что вам не повезло. До этого случая, но вся культура должна дойти. У нас даже нет культуры таких отношений со старшими. У нас нет просто такой культуры. Мы даже вообще не знаем, о чем речь. Эта культура приходит в сознание постепенно. Просто идите этим путем. И вы придете к этому, вы говорите, как сделать так, чтобы мой ребенок начал меня слушать. Это очень длинный путь, мои хорошие. Начиная с себя, заканчивая ребенком. Движемся вперед. Если ребенок ваш начал в вас слушаться, дальше у ребенка существуют определенные препятствия в судьбе. Запомните, вы никак не можете помочь человеку, который в вас не верит. Никак. Как может духовный учитель взять на себя судьбу ребенка, если ученика, если ученик в него верит? Если ребенок вам не верит, вы не сможете ничего сделать с его жизнью. Но если ребенок поверил в вас, в этот момент вы можете садиться перед изображением святого человека, кланяться ему, думать о его святости. У вас ребенок в это время, его плохой характер, его какая-то трудность в характере, желание обманывать, желание злиться, желание проказничать и так далее, сидит в вашем сердце. Вы хотите помочь ребенку. Так как ребенок вам верит, вы просто за него молитесь. Вы молитесь, думая о возвышенном человеке, не думая о своем ребенке. Но в это время поток энергии идет к сердцу ребенка, потому что трудность же есть в вашем сердце. В это время не надо думать о ребенке, потому что вы думая о ребенке, вы сами пытаетесь им помочь. Мы не можем сами помочь. Если бы мы могли помочь, у него бы исправился характер. Если он не исправился, у меня не хватает сил. Раз у меня не хватает сил, я молюсь старшему, и поток силы от него идет к ребенку, и постепенно в результате такой молитвы у ребенка характер становится лучше. Эта практика возможна, если ребенок уже слушается вас. Вы тогда с помощью молитвы все черты его характера можете изменить. Просто с помощью молитвы все черты характера плохие. Но если ребенок не верит вам, ничего вы не сделаете с его жизнью. Ничего. А вера достигается трудом. Сначала с самим собой, потом в семье. В семье наступает покой. Когда в сердце наступает покой, можно работать над семьей. В семье наступает покой, можно работать над ребенком. В ребенке с ребенком в отношениях наступает покой, тогда можно молиться за него. И дальше, когда вы за ребенком молитесь, открывается его природа. Что значит природа ребенка? Это значит, что у него есть определенный тип разума. Природа человека бывает разной. Допустим, бывает природа конституция тела. Какие бывают конституции тела? Бывает горячая конституция у тела. Человеку надо... Это касается здоровья. Как определить, что у ребенка горячая конституция? Он красненький постоянно. Ему хочется холодной пищи. Понять это очень легко. Я, например, в детстве съел снег. Это значит горячая конституция. Сто процентов. Мне постоянно надо было, чтобы окно было открыто. Я спал всегда с открытым окном. И так далее. Горячая конституция означает больше холода в жизни человека. Больше сырой пищи. Меньше острой пищи для ребенка нужно. Больше прохладного, свежего воздуха. Так надо содержать такого ребенка с горячей конституцией. Следующая конституция. Конституция, в которой преобладает энергия не огня, а воды. В этом случае у ребенка полненькое тело такое. То есть он медленно все усваивает, надолго задерживает. У него крепкий сон обычно. И ему трудно проснуться. Вот. Такой ребенок обычно поправляется сильно от сладкого. Надо ограничивать сладкую пищу и стараться организовать правильно его режим дня, чтобы он не пересыпал. Тогда он будет хорошо развиваться. также больше движения над такому ребенку. Надо больше двигаться, тогда его развитие будет очень эффективным. Обычно полным детям хорошо подходит тяжелая атлетика. Какие-нибудь упражнения делать с гирями, с весом. Тогда они хорошо здоровье поддерживают. Вот для тех детей, которые горячую конституцию поддерживают, статические упражнения подходят. Йога там и так далее. Есть третья конституция. Это конституция воздуха. То есть ребенок такой, у него слабый аппетит обычно. Он кушает понемножку, много раз. У него обычно могут быть запоры, допустим. У него, он боится холода, мертветь постоянно. Ему нужно тепло у такому ребенку. Больше вареной пищи нужно. Вот. Нужно промасливать тело такому ребенку. Ему нужно больше двигаться, бегать, прыгать. То есть ему нужно движение. Движение лечит таких людей, у которых много воздуха в энергии. Свежий воздух лечит таких людей. Но движение. Это телесная конституция. Дальше есть чувственная конституция. Что значит чувственная? Как работают чувства? Четыре вида конституции. Как работают чувства? Чувства могут быть направлены наружу позитивно. Это холерики. Как холерик отдыхает? Отдыхает. У меня был помощник. Вот. Со мной всегда врачи ездят. Они дают консультации. Вот. Сейчас со мной тоже ездит Максим. Он дает консультации. У меня учится и помогает. Мне вот консультации дают. А до этого у меня Игорь ездил. И он как отдыхает? Вот. Когда он сильно устает, он начинает смеяться. А-а-а-а! Если он и так смеется, значит, он уже уже устал, и на последней степени дошло. А-а-а! А-а-а-а! Горает постоянно. Вот. И ему надо еще петь. Если он поет. Что-то поет, 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 играет на гармошке, и поет, значит, устал сильно человек. Все. Больше нет сил у него терпеть. Надо петь. Петь. Плясать и радоваться. Калерики отдыхают с помощью шуток. Дальше. А, нет, это сангвиник. Сангвиник. Не калерик, а сангвиник. Человек, который радуется по-хорошему, по-доброму. Есть еще калерик. Это злая радость. Он тоже радуется, но над недостатками других. Так он отдыхает. Надо юмор, какие-то анекдоты слушать. Что-то над кем-то смеяться надо. Что-то отдыхать, над кем-то смеяться. Это калерик. Это так чувства действуют, и он ничего не сделает. Что-то у человека такая природа. Дальше. Еще два типа чувственной деятельности. Есть меланхолик. Человек отдыхает, когда... Человек отдыхает, когда он думает о чем-то печальном. Таком печальная музыка. Ему нравится что-то такое. Пропала Мальвина, невеста моя. Сбежала Мальвина в чужие края. Мальвина, это вот меланхолик. Что-то они отдыхали. Есть еще флигматики. Но им тяжело общаться. Они ищут счастье в одиночестве. У них чувство внутреннее, правда. Четыре категории чувственной деятельности. Ничего общего сразу он не имеет. Это просто природа человека, как действует его чувство. Какое тело у него может быть любое. Может горячее, может холодное, может толстое. Не имеет значения. Это телесная конституция. Есть конституция чувств. Есть конституция умственная. Умственная природа человека. Умственная природа тоже с деятельностью чего не имеет. Это просто способность человека устроить взаимоотношения. Умственная природа связана с планетами. Она связана, потому что планеты наполняют энергией ум. Есть люди по умственной природе такие. Они как бы очень... Все должно быть, как они хотят. Они берут энергию от солнца. То есть они такие как бы очень наполненные чувством собственного достоинства. Все вокруг них крутится как бы. Такая конституция людей. Это умственная деятельность так действует. Дальше. Следующая конституция ума. Это когда люди хотят в гармонии со всеми быть. Луна. Означает близкие отношения. Они для всех... Если первая категория людей для всех вожди, лидеры, то вторая категория для всех... Они для всех как семья. То есть с ними очень легко близкие отношения строить с такими людьми. Третья конституция людей – это прапорщики. То есть они как бы... У них природа, ну как бы, проталкивает ситуацию всегда. Они как бы... Всегда Марс, Леонид Марса. То есть они всегда волевое усилие на ситуации предлагают. Следующая природа – это люди, у которых... Дружба, которые по природе склонны общаться. Строят дружь, дружат со всеми, разговаривают, дружбу строят. У них так ум действует. Следующая категория – это люди, которые всегда идею толкают какую-то. Надо толкнуть идеи. Вот у меня такая природа. Толкнуть надо будет идею. Дружба – это Меркурий. Толкать идеи – это Юпитер. Потом есть и нелианцы. Люди, которые создают атмосферу отдыха. Они всегда... Вокруг них счастье, наслаждение, радость, сутки и любовь. Такую атмосферу отдыха создают. Есть люди, которые создают атмосферу труда. Их ничего не интересуют. Когда работают, пошли работать. Все им нравится. А сферу труда. Так действует ум. Семь конституций основных. Но мы сейчас говорим с вами о разуме. Попытайтесь это понять. Это не тело, не чувство, не ум. Это разум. Разум означает то, что даст человеку возможность трудиться. Что будет его природой в труде. Есть четыре конституции разума. И эти все конституции разума вскрываются только после того, как ребенок стал послушником. Если ребенок никого не слушается, он сам не поймет свою природу разума. И никто не поймет. Потому что разум у такого человека спит. Когда ребенок только вытворяет что-то, только капризничает, только ведет как хочет. Он всем недоволен, надо по-своему. Это значит, что у вас атмосфера разума не установилась в вашей семье. В вашей семье нет атмосферы разума. В вашей семье царит только атмосфера развлечения и умственной деятельности. Вы приходите с работы, смотрите телевизор. Мужчина смотрит хоккей. Женщина болтает по телефону. Ребенку говорит, я учу уроки. Он не может учить уроки, потому что все балдеют. Надо тоже балдееть. Он садится в компьютерные игры играть. Я учу уроки. Он начинает учить, и у него крыша от этого едет. Потому что ему надо детской неразумной психикой менять атмосферу целой семьи. Вот вы пробовали вставать когда-то утром, когда все сядут? Тяжело? Потому что разумному человеку легко. Если у человека есть сила, в разум встал, начал молиться, вообще никто не мешает ему. Но если человек неразумный, у него разум слабый, он не может, понимаете, ну как ребенок может поменять атмосферу целой семьи, начать учиться, когда все балдеют? Никак он не сможет. Понимаете, он тоже будет балдеть в этой ситуации. Там, где нет разумного существования семьи, разум ребенка развить невозможно. Если вы сами не работаете над собой, ребенок не будет работать над собой. У него нет разума. Разум у человека зреет, крепнет только к 25-30 годам в наше время. Люди недоразвитые все. Раньше вообще должно быть. Но, к сожалению. Итак, если вы не достигли благости, то конституция разума не проявляется. Поэтому мы с вами говорим сначала о воспитании благости. Когда люди живут в невежестве, они воспитывают детей в невежестве. Что значит воспитание в невежестве? Означает, что человек испытывает боль в отношениях с ребенком и реагирует на эту боль. Как он реагирует? Первый вариант – пытаться его сломать, этого ребенка. заставить, то есть пробить его психику, бороться за свое, чтобы ребенок делал так, как я хочу, все. То есть пытаться сломать насилие. Если ребенок слабее психически, тогда родители в невежестве… Что значит жизнь в невежестве? Означает родители ругаются между собой. Они живут, как собаки, как бы в каждой своей комнате. Когда они сбегаются на кухню, они погавкаются, и по каждой по своей конуре избегают. Так жизнь в невежестве означает – встретились, погавкались, разбежались. Все. По каждой по своей конуре. Нужна своя конура обязательно. Нет своей конуры – значит гавкаться будем всегда. Даже в постель. В жизни вежестве означает боль сплошная. Люди живут в боли. Потому что каждый из них хочет счастье испытывать от другого. Он сам не создает счастья, он не служит другим. Он просто хочет, чтобы меня поняли. А это невозможно, понимаете? Невозможно просто. Никто тебя не поймет в этом мире. Понимание действует через разум, через насилие. Я в один, я в один. Никто не будет со мной. Почему? Потому что жизнь невежества такого. Такая вот. Все мои подружки, пиявки и лягушки. И так сломить невозможно ребенка. Бывает у ребенка психика сильнее, чем у родителей. Ну просто ты ничего не сделаешь вообще. Вот только убить его и все. Сильнее психика у ребенка просто. Замечательный фильм на эту тему есть. Вот это, добежать до китайской границы. Я не помню такой юмористический, классный фильм. Показывает природу такого ребенка, который им обладает огромной силой психики. Ну то есть украли бандита ребенка, короче. И он там такой устроил, ну чтобы взять деньги за него. А ему там такой устроился ребенок, что они прибежали к этому человеку, говорили, мы вам возвращаем ребенка бесплатно. Он говорит, деловые люди, где ребенка бесплатно возвращают. А он говорит, бесплатно возвращаете? Да нет, мои хорошие. Он говорит, выкуп столько-то, если хотите мне назад вернуть ребенка, столько-то денег платить. И ребенок остается с ними, к этим бандитам бежит, не приходит. То есть домой не возвращается. И мучаете их дальше. И они, короче, выкуп привезли, отдали. И тот говорит, у вас есть два часа добежать до китайской родины. Тебе бежали. Вот такой финист, что ли. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что бывают такие дети. И в этом случае как родители себя ведут? Да пошел он нафиг, этот ребенок. Что хочет, то и делай. Это воспитание в невежестве. Два варианта. Или ломать ребенка, или не обращать на него внимания. Все. Так воспитывают люди в невежестве. Почему они так воспитывают детей? А у них нет выхода просто. У них нет полянков, потому что у них не хватает силы. У них нет любви в жизни. У них только есть желание наслаждаться тем, чем они живут. Все. Любви никакой нет у людей в невежестве. Есть желание наслаждаться. Это противоположная. Это тоже энергия любви, но противоположная. Люди в невежестве не могут воспитывать детей. Бесполезно им объяснять это. Никаких шансов нет. Надо менять свою жизнь. Что значит воспитание в страсти? Что такое в жизни страсти? Люди в невежестве целью вставят свое личное счастье. Барабан у счастья других. Я хочу быть счастливым, а вы трава не расти. Живите как хотите. Я буду счастливым и все. Если хотите вместе со мной быть счастливым, Забудьтесь обо мне, помогайте мне, будете счастливы. Нет, я буду с вами воевать. Значит. Это жизнь в невежестве. Концепция счастья в невежестве. Даша концепция счастья в страсти. Что означает? Означает, мы можем жить вместе, потому что у нас есть общие цели. Мы вместе хотим заработать денег, вместе нарожать детей, вместе квартиру оформить еврорементом, вместе как бы съездить на Майами. У нас много общих интересов. Все эти интересы означают, зарабатываем деньги, наслаждаемся вместе. Это называется жизнь в страсти. 90% людей так живут. Жизнь в страсти означает, что нет близких отношений. Это отношение наслаждения, это не отношение близкие. Близкие отношения означают служить человеку, понимать его. Для мужчины женская психика темный лес вообще. Просто темный лес. Для женщины мужская психика темный лес. Люди, когда они хотят наслаждаться друг другу, женщинам от мужчин ничего не надо, кроме того, чтобы он защищал, деньги приносил, успокаивал, давал спокойствие. Все. Больше ничего не надо. Мужчинам от женщин ничего не надо. Секс давай, еду давай. Любовь давай, все. Детей давай. Женщина, кто такая, его не интересует. Главное, чтобы можно было ей наслаждаться. Все. Это жизнь в невежестве. И в страсти в какой-то степени, мои хорошие. Потому что в страсти люди сотрудничают, это факт. Но сотрудничают для достижения внешних целей, а не внутренних. Их не интересует. Вот если, допустим, у вас семья в страсти, идите, расскажите эту лекцию своему близкому человеку. Он скажет, да иди ты нафиг со своей лекцией. Вот так и скажет, понимаете, почему? Потому что он, отношения в страсти не настроены на то, чтобы слушать какие-то глубокие вещи друг друга. Отношения в страсти настроены только на результат. Мы вместе строим квартиру, покупаем квартиру, строим дом. Покупаем мебель. Рожаем детей. Отдаем их в школу. Выращиваем, чтобы они тоже могли строить и покупать. Все, это жизнь страсти. Нет внутренних целей, нет отношений к любви. Отношения имеют поверхностный характер. Люди не могут сердце друг другу открыть. Идите, расскажите то, что вы услышали в лекции, если вы же у вас семья в страсти. Никто вас слушать не будет. Все испугаются просто. Что туда попало вообще? Что за септа такая? Живем, будем жить как все. Люди в страсти хотят жить как все. Люди в страсти, они короли как бы. Они живут как они читают. Даже законы по государству по барабану. Вот. Люди в страсти хотят жить как все по законам. Все, по законам государства. Люди в благости живут по законам Бога. Не как все. Они живут правильно. Итак, воспитание в страсти означает взаимовыгодные отношения, как с женой, так и с ребенком. В семье такие отношения строятся. Надо заинтересовать ребенка благами какими-то и подкупить его. Или лишить его этих благ, если он не хочет следовать. Это называется манипуляцией. При страсти манипулируют друг друга. У них нет отношений. Жена контролирует мужа с помощью секса. Не хочешь делать, как я хочу, секса не будет. Лавочка закрыта. Мужчина контролирует женщину с помощью зарплаты. Говорит, лавочка закрыта, денег не будет. Так живут люди в страсти. Они или дают, поощряют друг друга с помощью, давая плоды труда, счастья, давая счастье. Они поощряют друг друга и закрывают лавочку, если человек не ведет себя, как нам. Как они ведут? Никакого таких взаимоотношений нет, взаимопонимания никакого нет. Просто есть контроль друг друга и все. С помощью позиций силы. У каждого своя сила. У женщины сила это красота, у мужчины сила это могущество, у власти. Кто сильнее? Если женщина красивее, чем власть у мужчины, значит, женщина контролирует ситуацию, она лучше, она круче. Она подгибает под себя мужчину, и как бы мужчина становится подкаблучным. Делает так, как она хочет. Если больше власти у мужчины, женщина тогда подгибается, она думает терять много, если я с ним расстанусь, много денег, много квартиры, большая, футбольное поле. Нет, лучше буду униженный. Это отношение в страсти. Как с детьми обращаться? Точно так же. Подкупать или вызывать страх. Все. Результат никакого развития разума у ребенка нет. У него развиваются профессиональные навыки. Профессиональные навыки это умственная деятельность. Человек может стать крутым специалистом, может выучиться в пяти вузах, при этом у него никаких хороших черт характера не будет. Все. Новый русский.